Власть взялась за нелегальных мигрантов. Зачистка рынка трудовых мигрантов будет осуществлена в кратчайшие сроки. По принципу за так называемые 24 часа. Друзья, 16 апреля МВД РФ потребовало от всех стран СНГ забрать до 15 июня всех своих нелегальных мигрантов. Петиция направлена во все консульства государств. Республики самостоятельно должны оповестить своих граждан и согласовать порядок выезда. Так, по словам первого замминистра МВД Александра Горового, на территории России находится более 1 миллиона нелегальных мигрантов. Чье местонахождение установлено. Так, по данным ведомства, таких мигрантов больше всего из Узбекистана, далее идет Таджикистан, Украина, Азербайджан, Киргизия и Молдова. По факту их гораздо больше. Росстат указывает о 4 миллионов таких лиц с их семьями. Это из сферы обслуживания, такси и доставки, рынки, ЖКХ и строительство. Срок до 15 июня нелегальные мигранты могут сами покинуть Россию, не получив при этом никаких наказаний. Однако уже после 15 июня нелегалы не смогут без последствий для себя выйти из тени. Ранее уже ведомство высказалось, что после отмены моратория будет активно принимать меры к установлению законностей о нахождении иностранных граждан на территории нашей страны. То есть устанавливать на соответствие фактическое место работы и жительства и заявленные в документах. Напомню, что ранее правоохранительные органы масштабно не привлекали к уголовной ответственности по статьям 322.2 УК РФ за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ и по статье 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ. Кто влечет наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей как для мигрантов, так и для собственников жилых помещений, а также уголовной ответственности сроком лишения до 3 лет. Уважаемые мигранты, поясняю вам дословно, что нелегальный мигрант – это не только тот, у кого отсутствуют какие-либо документы, позволяющие пребывать на территории страны, но и тот, который проживает не по месту прописки и работает не в той компании, которая заявлена при въезде в страну. Данными мерами государство одномоментно решит вопрос с нелегальными мигрантами и легализует теневой рынок трудовых мигрантов, за которых работодатели не платят никаких отчислений в бюджет, а также не несут ни трудовую, ни материальную ответственность. И сократят рынок фиктивных документов по пребыванию и трудоустройству. При реализации комплекса мер налоговыми органами по отслеживанию доходов и расходов граждан нашей страны, данная мера позволит также исключить отток капитала за границей посредством денежных переводов, тем самым, живя по принципу «заработал в России, то и должен потратить в России». Подписывайтесь и пишите комментарии на эту тему, нам интересно ваше мнение. Субтитры создавал DimaTorzok Проверка фирмы «Биатон». Проверка фирмы «Биатон»